Друзья мои, поздравляю вас с выходом нового Баланс Дата Слейта. Ну, естественно, поздравляю, если вы играете за Адептус Астартис, Еретик Астартис или за Систер. Всем остальным сочувствую. Я вот что подумал, надо бы потестить эти новые правила, но, причем, чтобы не облегчать нам задачу, будем играть против серьезного ростера Компетитив Систер, которые, если честно, нам прям все зарезают, потому что, ну, наши главные механики — это уменьшение Тафны и, как бы, Реролл Ту Вунд. А новое прочтение правила Валорис Харт, по-моему, да, то, что рероллы по ним Ту Вунд запрещены. Ну, а уменьшение Тафны они могут игнорировать тем, что включает свой Трансхьюман. И получается, что, как бы, Девгард такой, а, ну, что мы будем делать? Что-нибудь будем делать. По крайней мере, у нас тоже теперь минус один АП, как и по сестрам, но ладно. Что еще хорошего нам сделали? Это Objective Secure для Терминаторов. Соответственно, логично сейчас попробовать набрать Терминаторов и посмотреть, как они будут стоять против Систер. Смотришь ты на это, и как будто бы просто кто-то вывалил на стол шматок шипастой блевотины. А это, между прочим, Терминус Эст Ассоулт Форс. Само собой, первая рота Харбрингеров. Впереди планеты сей наш варлорд Тифус, который знает миазму и подресенс Виталити. Ему помогает моллиган Плагкастер, который как раз по фестер-дисциплине взял Noxious Discharge и Accelerated Entropy. В качестве релик у него Филф Кенсер, который увеличивает ренч-кастов. А варлорд дает ему дополнительную Тафну, чтобы легче было просовывать Морталки. Помогает им Фулл Блайт Спаун. Естественно, плохой запах. И Арх Контаминатор для Рерола Терминатора. Собственно, о них 15 Девшраун Терминаторов. Да, друзья? 15. И 11 Блайт Лорд Терминаторов. У нас были дополнительные очки, поэтому в одном отряде 6 термосов. И там, кстати, у командира Скул Ов Глотила. Ну, на всякий случай, Морталочек добавить. И, само собой, 60 Покс Волкеров. Потому что, ну, как же без них? А теперь взглянем, что там на 2к взяли сёстры. И снова здравствуйте, наши любимые подписчики канала TheFolseEmperor. Сегодня у нас сёстры. А именно, обновлённый Валориус Харт. Напоминаю, что смысл этого чаптера – это 5-е ФНП от Морталок у всей армии, а также запрет реролов 2 вунд по ним. Узнаем, как это будет работать по Денису. Что же у меня в ростере? Итак, Варлорд Морвин Валл – прекрасная юная дева, а может быть и не юная дева. Кананесса с Блэссид Блэйд Дом и Мельтопистолетиком. Об апгрейдах на неё я поговорю попозже. Киганил и Штерн – великие герои. Догмата, понятно, да? И Попс и Висциратором – это крутой пиломеч, в который встроен огнемёт. И Госпитальерочка. Куда уж без неё. По Трупсе первый отряд 20-ка БСС-ок с комби-мельтой у Сержанта и четырьмя Штурболтерами. Ещё пятёрка БСС-ок и ещё пятёрка БСС-ок. Также у меня в элите два отряда репентий по 5 и 10 девчушек соответственно. Два отряда по 5 сокресанток с алебардами и крутой пикой у Сержанток. И две пачки Ретрибьюторш. По 10 тел, понятно, что по 4 мультимельты и по одному Чарубу в каждом отряде. Ну и взято на сдачу, конечно же, две прекрасные риночки. По реликам и Варлор Трейтам. Кананесса с Блэссид Блэйдом. Она закачана в реликтовую броню на Транс Хьюман, а также Трейт на Плюс Кенвулю. Дальше у неё апгрейд на минус ту хит от стрельбы и закуп раздать минус ту хит на всех прилегающих моделей Адептос Сороритес в Миркл Ренджах. По догмате, значит, у меня релик на вторую песню. Песня у меня, понятно, это Плюс Кенвулю и раздать до Прайд. А это очень круто. А Госпиталерочка же у неё же Трейт на Плюс Три Кауэром, релик на реролл Миркл Дайса. Напоминаю, что Миркл Дайсы мы теперь получаем не раз в батл раунд, а раз в ход. И это очень даже круто. В общем, очевидно, ничего нового. Плюс-минус этот ростер от продюсера я уже видел. Примерно знаю, как он играет. И тут самое неприятное, конечно, два огромных отряда Retributors, которые как бы мельтами будут разбирать наших термосов. При этом, чтобы начать убивать именно мультимельты, придётся вкладывать в них достаточно мощно. Не знаю что, потому что стрельбы толком нет. У нас как бы только болтеры есть у нашего ростера. Потому что, ну, опять же, у нас Terminus S. Мы технику не можем взять. Да и какую брать? Сейчас даже кроулеры после этого баланса дата слейта не то чтобы играют. Они раньше такие были странные, рандомные. А теперь вообще нахрен не нужны. При этом все остальные приколы сестёр остаются на месте. Вот эта двадцатка, которую Марталок будет насыпать. Замечательная девочка Мамарх, которой я ещё ни разу не видел, чтобы её как-то можно было убить. Просто ходит всех топчет своим четвёртым ФНП. Женщина мощнейшая. Ну и чтобы нам совсем всё зарубить, там ещё и пятый ФНП против Марталок. А, ну, как бы у нас часть стратегии строится на том, что маг что-то там голдует свои Марталочки, пытается выцелить каких-то персонажей вокруг, раздавать с помощью дисчарджа, там, типа, в отряд Марталка, потом всем в трёх. Но, как бы, пятый ФНП, посмотрим, заборит он нас или нет. Миссия у нас Abandoned Centuries. У нас пять точек, вот так вот, крестом накрест. И мы выстрелили, собственно, здесь у нас раз боксы, два боксы терминаторы, которые Блайтлорды. Здесь 15 дешрат терминаторов, десятка боксов, двадцатка боксов, все командиры здесь. Здесь шесть терминаторов Блайтлордов и десять боксов. Сёстры! С этой стороны там сидит две пачки репентий, одна пачка баб. Щитоносцы с Причером. Звёздочка нашего ростера Каганил и Штерн. Видно, да? Первая риночка, где сидят мельты, десятка мельт. Ну, как бы, отряд. Большое пятно моих девчонок, двадцать штук. Здесь внутри герои Дагмата, Кананесса, Валюха, Лечилочка. Пусть будет. Дальше ещё одна риночка, где такие же мельты сидят. Ну и оставшийся, получается, левый для вас правый фланг, щитоносцы, мои бабуньки. И здесь ещё одни мои прекрасные девоньки. Вот так. Не очень приятные карты, на самом деле, потому что по центру у нас только есть Дэнс Кавер, который даёт минус 2 хит, и немного руинок по краям. В принципе, можно было... Да? И можно было бы отжаться в эти руинки, но тогда бы мы просто сёстрам стол отдали, и всё. Нужно было пытаться как-то их бороть по центру. Соответственно, мы выстроились вот так вот, надеясь на то, что даже если первый ход у сестёр будет первым, то через минус 2 хит не особо нам настреляет. Плюс мы хорошо... Ну, как ты всегда надеешься, что противник плохо накидает, ты хорошо, но в моём случае это максимально тупая надежда. Определение первого хода кол... Нет, смотри, ты двойка, нет, шестёрка. Опять сёстры ходят, пидаш, что ж такое? В мув фазу. Сёстры просто пошли вперёд, где-то с бегом, где-то нет, по краям с бегом, чтобы дойти до точек, прячется за руинкой, прячется вот там тоже за руинкой, здесь вот немножечко так обнимают, на точке встали. Центральная часть просто идёт через лес с минусом, и собирается стрелять. Также поставили флаг на той точке. Высадились из рынок ретрибьюторшами. Шутинг-фаза. Начали два отряда ретрибьюторш, которые постреляли в правый отряд терминаторов, набили четырёх, и одного бокс-волкера случайно из болтеров убили. Далее стреляла большая двадцатка девчонок под, естественно, стратегемами на то, что они все в рапидности, то, что они трансгендер-операторы, и на шестёрки марталки с осолдных болтеров, постреляли в штурмовых. Значит, штурмовые стреляли в терминаторов, выманили из мяри ролл, накидали четыре марталочки, один умер, один в одной рамке остался. Остальное стреляло в боксов, я откинул счёты, типа, четыре шестых, и у меня в результате два парня всё-таки остались живых. Принг постреляла, занесла один ФНП шестой в бокса, он откинул, после этого Моренвал постреляла в отряд из четырёх терминаторов, пытаясь добить, закинула два вторых и один третий, всё откинули. В конце хода три очка за доминейшн, по остальным пока ничего. Ну, потери, естественно, неприятные, четырёх терминаторов пятерых, как слезало, но, опять же, я думал, будет хуже. Например, из двадцатки боксволкеров осталось два, а это, как вы понимаете, нам даёт некоторые инструменты для того, чтобы попытаться дотянуться до противника с помощью восстановления этих парней. И, опять же, эта двадцатка первый кандидат на то, чтобы её где-нибудь по стратегии термис-эста восстановить и впихнуть противнику в лицо. Да, будет дороже, но двадцатка это не десятка. Хотя, конечно, сёстрам брить боксов вообще простецки, потому что, болтеры их рубят и у них нет ни арморов, ни контепт, ничего. И, естественно, армор контепт нихрена не работает против мельт, потому что даже с третьим АП в твой 2+, 4+, всё равно ты кидаешь четвёртый. Да даже если бы у мельт был второй АП, то же самое было. Понимаете? То есть, где-то это сработает, а где-то нет. Начиная с третьего АП уже неважно, арморов контепт или не арморов оф контепт. Хотя, конечно, смотря против какой модели стреляется. То есть, биться против парня в 3+, просто без инволя, это уже немножко другая тема. Но вот терминатором вообще по барабану. Первый ход ДГ, команд фазу, естественно, здесь установили зомбей, хорошо установили, 6 добавили, вот так вот прошли туда, в руинку. Фаз движения мы использовали Unleash the Horde, прибавили 3 дюйма всем бокс волкером и здесь прошли на 7 туда поближе. Плюс еще пайл им будет на 3, так что мы надеемся туда куда-то врезаться и подставить наши щеки большие на это. Здесь тоже на 7 прошли, терминаторами сзади идем. Побежали нашими девшраудами, здесь наш маг, огнеметчик и кол кинул наш любимый командир. Здесь мы заявили ссаня точку пацанов и терминатор последний так там стал, может быть за колонной как-то спасется. Здесь терминаторы чуть-чуть вышли понятно и на 7 пошли эти и эти бокс волкеры туда. Начали пси-фазу, миазмов, пестлинс на этих четырех есть, путрисенс, виталити нет, тифоса посрался и вот сейчас звездный час нашего замечательного многом плагкастера, который пытается Noxus Discharge стрельнуть в девчонок. Считаю сложность попробуем не обосновать. 9, 4 плюс отмена с помощью ну, отменить-то он не смог, но вот как бы из 8 пятых FNP как думаете сколько откидал наш замечательный продюсер? Вот вам дается ровно секунда. Да, правильно 7 пятых FNP откидал. То есть сюда Морталка, сюда Морталка, 2 пятых, сюда Морталка, пятый, сюда Морталка, пятый, в Дагмату пятый, там кто-то еще пятый и только вот эти девчонки провалили. Ну, как бы я рассчитывал на то, что хоть кого-то лечить будут, да? Вот, ну, ее и вылечут, собственно. Ну, и дальше тоже типичная попытка сделать Accelerated Entropy. Сначала 5, то есть 6 вместо 7, потом с Роллом 4 вместо 7. Поднавалили болтерами, здесь с 6 пацанов убили 3 девчонок и здесь с 5 пацанов убили 2 девчонок. У нас черджей, которые мы еще как потеряем на Реролл, естественно, здесь сначала попытка туда на 8 нет, попытка на 8 сюда, да, тут никаких черджей нет, здесь попытка на 8 нет, Реролл нет, почему это было важно, точку занять, попытаться две модели добить. Здесь кинули 3. План наш в этом случае несколько меняется, потому что да, у нас шестой будет пайл еще под Ротинг Тайдом или как он там Анлиш Хорд, Анлиш Хорд, извините, но все равно не дойдут задние чуваки, а вот там в принципе все мальчишки дошли, поэтому мы будем оттуда бить и туда заявлять Реролл и Морталки. Итоги странные, тут у нас шестерки не кидались, колы наоборот кидались, и в результате мы были в минусе 5, но все-таки чудом завалили трех девчонок, чтобы вы понимали, пришло 3 Морталки в них, 2 5 ФНП откинуты, с его вторых они завалили 3, при роли 1, 2, вот получилось, 2 это Армора и 1 ФНП, то есть пятый кидается лучше, чем второй, хотя ладно, там много было с его вторых, и здесь нам в результате оставили всего троих, потому что еще набили ретрибютерши, но мы ушли от девчонок и тех остатков кусков и от этих защитами, здесь вообще никого не убили, просто двух потеряли, накинули несколько сейвов, но не 4, по-моему, они третьи все откидали, и в конце хода сочку обоссали, потеряли двоих на этом, и у нас просто 3 очка за это дело. К сожалению, ничего не меняется, и Девгард на первый ход все еще мало активный, тут скорее боксы у нас самые быстрые, ну, потому что если вы их не добили, они к вам немножко подстроились, и несмотря на то, что я хотел действительно вложиться в то, чтобы убить, ну, не убить, а серьезненько подчикать ретрибютерш, мне пришлось вкладываться в другом месте. Вот это одна из главных проблем в принципе боксов, то, что они могут марталок накидать только в какой-то одной битве. И, блин, те, на которых я надеялся, блин, короче, всего лишь пять моделей в одной ранке, и, да, десятка всего лишь боксов, но все равно много получается у тебя как бы атак с них все равно не убивают, очень мало шестерок накидывается, больше колов, как всегда, даже с полным реролом, к сожалению, и получается, что мы никого толком не убили. При этом, да, отряд ретрибьюторш мы завязали, однако, у сестер есть тратигемка на фуллбэк и стрельбу. Ну, вот как бы, знаете, вот эти вот замечательные правила, они как бы существуют, но есть правила, которые их обходят, и практически у всех, ну, кроме тех армий, за которые я играю. Хотя нет, у наших замечательных друхарей есть и почарджиться, и ты пострелять, что хочешь. Ладно, снимается претензия. Но тем не менее, главные наши ударные силы это терминаторы, они все еще где-то там ходят. Они абсолютно игнорят, естественно, дифтерей, но все равно они что-то там идут, не до хрена не достают, почарджиться не могут. При этом, опять же, черджи все эти, они такие, обоюдоострые, потому что ты куда-то отряд отослал, у тебя все открылось, соответственно, герои твои подвисли, короче, вот этот кулак, он все еще не работает, и возможно, ну, здесь карта, карта, конечно, нам, вот, нас заставляет так играть, потому что по краям что-то там ходить, мы закладываемся на то, что там будут действовать наши терминаторы Lightlord, но что-то тоже там кого-то они из болтеров нашпиговали, в черджах никуда не дошли, то есть, вот, действительно, какой-то активной от нас атаки нет, при этом мы еще ход будем терпеть этих, этой мельтостыльбы, которая нам нихрена неприятна. Второй ход сестер, они получили 12 очков, потому что точек у них три, плюс баннер, где, а баннер в центре еще одну очко дал. Фаза движения сюда, девчонки прибежали, хотят чарджить наш, там остались, потому что кол кинули на адвансе, при роли на колдаке мы, пожалуй, не пойдем. Здесь вышли и фраэль, штерн, вышли вот эти чонки с этими щитами, хотел сказать, свечами, ну ладно. А фалбэкнулись, это, как, морвентал пришла, да, или как ее там, короче, на валу крутить будем ее. Эти просто вперед идут, вешают, естественно, флаг, фалбэк, здесь ретрибьютор вперед, тут подошла девочка, полечила, на три кинула пятерочку, трех девчонок, из которых мы сделали зомби, она восстановила. Здесь стоят просто, Риночка приехала скорить точку. Стреляли долго, упорно, там из пистолетиков и прочей фигни дожали, здесь остались, потому что практически на них, ну там, какие-то по, так, какой-то был суперогнемет деда, который кинул один выстрел на Д-6 и не пробил. Чуть-чуть болтеров стреляли, там убили совсем чуть-чуть. Вынесли здесь всех стрелевой из 20 девчонок, из болтеров семерых и дожали, двое оставалось, после стрельбы из мельты, после фалбэка здесь за КПшечку стреляли, убили троих и двоих просто на марталках, вот за КПшку тоже от главного отряда убили, и плюс прилетела Ласка с главной девчонки, убила главного мальчишку, и сюда еще направилось две, к сожалению, маженки. По черджам здесь Каганил Фрейн, подчарджили шестерку терминометров, здесь пришли к трем девчонки с свечами, просто стоят, там подчарджила большая, маленькая девочка, и здесь пришли также с свечами Иринка в этих боксах. ХТХ сначала сестры, здесь убили троих, что-то плохо как-то отодрались с Иринкой тоже вместе, там, понятное дело, просто всех вымели двумя персонажами, здесь убили одного парня, один остался в одной ранке, героя ничего, цивы занесли, но ничего не произошло, и Лепентии нарезали шесть девчонок. Наш ответ, убили здесь девчонку, устали зомбика, здесь мы убили двух девчонок, зомбиков не установили, здесь очень смешно, потому что мы, короче, вот это все промахи, минус тухи, на парнях висеть, но если даже не висел, там, чуть-чуть, там, третьих, короче, дошло пять, из них из них на три плюс, наше минус туй вунд на них тоже две, зебранк потерял, пацанин класс, а здесь убили двоих, и установили соответственно тоже двоих. В конце хода за доминейшн получили три очка, нигде ледокие не провалили, ну там разве что тут могли, даже этого не случилось. Ну, сестры продолжают безнаказанно убивать наших терминаторов, за которых мы заплатили кучу очков, и там они могут и сжечь из огнеметов, и косами своими рубить, точки скорить, но уже второй ход собственно ничего не делать, кроме того, что откидывают броски и являются как бы целями для тренировки. Все. Но в целом, несмотря на потерю второго отряда, все идет у сестер не то чтобы прям шикарнейше, потому что прибежали какие-то там герои непонятные вязли в моих терминаторах, но с другой стороны их заблочили. И там тоже с той стороны что-то прибежали в боксах там стоят подумаешь, как бы прибежали своими девчонками полуголыми, боксов не смогли убить, огрызаются. В общем, Девгард уже второй ход просто стоически переживая стрельбу сестер каким-то образом выживает и даже огрызается. Второй ход Девгарда, ну двигаться особо некем, всех прижали к стенке, поэтому героями чуть-чуть походили здесь, чтобы терминаторов хотя бы зайти. Этого здесь на точке остали, пусть пока стоит, здесь просто на 5 идем. Это тоже очень все грустненько как бы стоит, там за рынки вышли на 5, вышли на 5. И смотрите, здесь у нас есть Благоскула в Глотила, туда им не дотягиваемся, но что там 5 и что здесь 5 и я еще уверен, что эти переживут в принципе все, поэтому давайте хотя бы чуть-чуть в них марталок. Смотрите, мы впервые кинули шестерку на этом деле. И сколько это даст колка? Нет, смотрите, две. Того как бы в них пришло вдруг 5 марталок. Скилл продюсера кидания пятых ФНП. Ну, я как рассчитал на 3 как раз. В одной. Гонильчик остался в одной. Тиганил. Пси-фаза. Мы с нашего малиган-плага кастера запихнули туда опять дисчардж. И тут вроде как ФНПшки кончились, потому что минус две в главном отряде, минус одна здесь, минус одна у госпитальерши. Но вот этот фланг весь откидал, что Дагмата, что Кананесса, что главная девчонка 5-й ФНП откидали. Значит, к Гонилу пришло, он умер. После этого попытались чем-то в Accelerated Entropy сюда, но кинули плохо. У нее вторая этапа, у нас шестая, но она кинула 3, стало 5, а мы кинули 2, у нас стало 8. Это не в два раза, к сожалению, поэтому ей пришло всего лишь 3, она в 2 в результате осталась, еще и фоллаутом туда добавили. После этого замечательный Тифус с минус ту то есть ухит, извините, пестиленс сюда сделал, и на смайти кинуло 11, 5 марталок, но продюсер продолжает кинул из 5, 3 ФНП, девчонка осталась. Фазу стрельбы здесь из ручных огнеметиков девочку дожгли, из огнемета вот этого здесь выжгли парочку, потом из болтеров настреляли еще трех, болтеры оружия победы, болтеры были отсюда. Чирджи все кроме Тифуса не обосрались, этот остался здесь, мы пришли малинаплокастером, огнеметчиком, девчонки, наши защитники, бодигарды бежали туда бить деда и девчонок, здесь один скинули, зашли вот так вот, пытаемся Паксов там типа спасти условно. ХТХ, побили там, убили одну, потом значит нас ударили троих убили, мы в ответ еще убили одну, девчоночку восстановили Пакс Волкера, ринг завязали, ее нас побило, занесла к нам три сейва, мы кинули три шестерки зачем-то. Далее, здесь уничтожили девчонок, все атаки били в них, в деда ничего, правильно сделали, потому что дошло ровно четыре, два они откинули, и здесь мы значит что сделали, мы ее все-таки дожали, причем с терминаторов все вот эти упыри, которые спрошли, ничего не сделали, а здесь Пакс и убили троих, добавились трех девчонок, мальчишек, не знаю. Ну, я даже воспрял немного духом, потому что сестры стали падать, особенно приятно от того, что они стали падать от наших марталчик, от наших заклинаний, первый ход, конечно, типа семь пятых ФНП из восьми, я такой ладно, видимо, это заклинание бесполезное, и второе не сработало, здесь все сработало, кто-то даже умер, потом из болтеров мы настреляли, и у меня как бы постоянно такое ощущение, что типа сестры гораздо более стойкие, чем мои парни, потому что никого невозможно убить, а тут, блин, помирает, ничего себе, я прям даже от этого охреневая, восстановили даже где-то боксов сестренок, что приятно, естественно, это не рвать каких-то, там, не знаю, примархов, танки, вот постоянно ты кидаешь боксов что-то такое серьезное, ну, потому что они марталки могут занести, как-то разобрать, и не восстанавливаешь модельки, а здесь честно дерутся без всяких марталок, голые девчонки в шестом инволе, это максимум, что у них есть, и смысла, естественно, на марталке раскошелиться нет никакого, хотя КП, конечно, и так заканчивается просто в бешеных количествах, термин с Эстом вот по этой причине практически невозможно играть, хотя из-за сестер они тоже за ход все себе разбазарили, и потом остаются только вот, собственно, на фоллбеке и стилибе, там остается один КП, и каждый ход они это делают, а вот ДГ так не может работать, к сожалению, все стоит конь, там 2-3 КП, чтобы хоть что-то сделать, что-то провернуть, но вот когда к тебе приходят полуголые девчонки, ты можешь из них делать полуголых гнилых мальчишек, это прям лайк. Третий ход сестер у них 2 точки, 2 баннера получили в результате 10 очков сейчас. Фаза мува, выбежали девчонки наконец-то оттуда, десятка репентий, подбегает своей командиршей поближе, ходит на центр, мельтые ретрибьюторши, также девчонки смущаются с болтерами, там идут, главные не выходят, фоллбек мужиком, отбегают здесь, девчонки спасаются, а эти застряли. Но ринг фоллбекнула. Не, решили все-таки ринку оставить, пусть тоже держат терминаторов в своих объятиях. Фазу стрельбы терят и бютрыши, убили терминаторов, за черуба стрянули сюда, не смогли добить, а так, в принципе, стреляли 13 оставшимися девчонками сюда тоже, отключили марталки, ни одной шестерки, что-то перестало роляться. В результате он одну яничку кинул один раз там от болтера, и вот только это собственно его пробило. Здесь ретрибьютор стреляет сюда под минус ту хит, двух терминаторов нафигачили, потому что кидали, короче, четыре прошло, из шести, по-моему, пришедших четвертых нулей, и получилось, что типа кол добили, кол добили. Черджах, репентии, объявили чаш, мы объявили овервозч, четырем, занесли попадание, три они провалили, три девчонки остались там. Дошли сюда с Миракл Дайсами. В ближнем бою здесь первые мы ударили, убили четырех, ну так себе там, короче, осталось трое, потому что два шестых откинули, потом два пятых откинули, что это только четыре трупа, три, убили одного пацаненка. И с этой стороны боксы теряли одного парня, убили ничего, терминаторы девчонок дожали. А Ринка просто жесть, короче, кинул две шестерки, два дополнительных хита, у нас парень в одной ранке, потому что я пролил два из четырех пришедших. Я даже несколько в шоке, я такого не ожидал, потому что что-то как-то сестры проваливаются по эффективности, уже не могут так нас брить, как на первых двух ходах, у нас остаются модели, мы сопротивляемся, убиваем их отряды, которые в том числе особо ни хрена не делают, репентии продюсер сдал просто типа не за грош, потому что пришли, естественно, под огнемет, и ну их с его бить вторыми такое себе, при этом он еще хорошо откидал шестые, пятые, так бы там вообще некому было бы ударить, но тем не менее неприятно то, что откидал, они остались, и соответственно мы наш ход подвисли. Получается как бы да, мы сопротивляемся, у нас какие-то модели есть, но единственное, чем мы можем ответить, оно завязано, при этом решение с ринкой просто охренительное, и я, если честно, не знаю, что с ней делать, потому что Рина против термосов без дамага, а у них только мечи, как бы там первый дамаг, и то, что теперь мечи уже не третий АП, а второй против Рины получается, она кидает пятый, и у нее ран до хрена, соответственно, эта битва будет очень долгой, они не могут у нее ничем пострелять, даже у них никаких пистолетиков, ничего, просто мячами махают с минимальной эффективностью, при этом пробивая ее на 5+, без каких-либо сука, реролов. Ну и Тифус подставился, да, но он сейчас толком не нужен, потому что, опять же, силу Паксама раздавать здесь не нужно, сестры бегают во второй Тафне, и как бы заклинание, но минус ту хит, да, но сейчас у нас войска-то не осталось, на которое это кидать, так что, ну, Тифус, пусть у него, надеюсь, он выдержит много четвертых инвулей, хотя Морталки у него пропихнут с болтеров, и до свидания. Третий ход Девгарда, у нас внезапно три точки, поэтому мы получаем 12. На этом моменте мы вспомнили, что два раза по миссии в центре вскорили точку, два очка и два очка, и я решил установить здесь парней, как вы думаете, в этот раз все вообще ровно наоборот, просто пять колов, и я двух восстановил всего лишь здесь. Ну, фаза, здесь просто вперед идем туда, как бы, ну, просто идем, отошли чуть-чуть этим парнем, чтобы выпустить огнеметчик, который пробежал вот так вот, Тифус, назад отправиться сюда бессмысленно, потому что там три терминатора, просто одного убивают, и все, могут целить, поэтому не скрыться. У нас есть один бодигард, но он простоял в прошлый ход, ну, не знаю, кажется, чуть-чуть подошли, чтобы, чтобы вот, как-то так вот, быть красивыми, на точке все еще оставаться, но при этом пожечь, как минимум. Парень тоже идет. Здесь, боксами чуть-чуть прошли туда, в центр, пытаемся, как бы, просто зажимать, чтобы они не очень-то мельтами с нас стреляли. Фаза магии, и наш парень разошелся настолько, что остался уже в одной вунде, да, накинул 12 на косте и, естественно, три марталки в себя. Но при этом фоллаутом он уже набил двух здесь репентий. И, смотрите, в центральном отряде из 20 умерло 5, осталось 5 девчонок из 20. И сюда, что-то здесь много трупов, по-моему, короче, должен быть один. Вот, и те, кто не получили, а, получили еще эти, да, это, наверное, вот так отсюда, потому что, типа, в них этот дисчардж, в них же черчаж, и в трех всем. Ну, как всегда, там, все остальные как-то надо откидали. А, не-не, умерла там девчонка, офигняйся. Небольшая фастельба, этот огневодчик ничего я не сделал, а вот этих, вот этот, четырех, здесь ретрибьютор, лыжек, там осталось, типа, шесть. Ближний бой. Здесь, к сожалению, мне добили одного из трех терминаторов, осталось два, но мы, понятное дело, дожали. Тут 12 атак, типа, вообще неинтересно, сейчас, так как слышит, типа, бьют с тревым АП, занесло большое количество третьих, но, провален один. Одна девчонка умерла. В ответ, раунду занесли, ничего не случилось. Сняли две вунды с ринки и здесь дожали всех, кроме одной. Вот так ее обступили, чтобы она никуда не убежала. Вроде войска остались, вроде сестры начинают падать, причем, достаточно приятно падать, потому что, ну, как-то, несмотря на то, что продюсер продолжает стоически откидывать пятые ФНП, ну, реально, сколько мы дисчарджем, туда бьем, там, вокруг постоянно ходят какие-то герои, хоть у кого-то, хотя бы одна ранг потерянная есть, да, я понимаю, там госпитальнерша ходит, но она же никого не лечит, она просто такая, типа, я же, я же здесь, может, я кого-то полечу, не, не надо, к сожалению, я какая-то бесполезная, ну, то есть, один раз она подняла девчоночка за КПшечку, и все, остальные все откидывают, постоянно, каждый ход, сука, но, несмотря на это, кого-то мы нарубили, до этого из огнемета постреляли, но, несмотря на то, что мы вкладываем в них всю свою злость, ну, как раз 4 мультимири-то и осталось, они фоллбэкнутся, постретенки, постреляют, замечательно, ну, и, конечно, жесткая просадка, вот, таких героев, как Тифус, например, ну, то есть, у тебя есть слэш-профиль, который стал теперь говнищем, ну, нулевой АП, и парни, девчонки, в третьем СВЕ им насрать, а это раньше был хороший вариант, но теперь это против сестер Спейсмаринов нулевой АП, и, а крутой профиль и раньше был странным против моделей там в одной вунде, потому что у тебя как бы мало атак, при этом минус 100 хит, и любой рандомный откинутый сейф, раньше это был бы шестой инвуль, да, как бы тебе вот эту дорогую атаку просто в никуда превращал, и смысла им биться не было, а теперь вообще просто не имеет смысла никакого биться, Тифус может просто типа, куда-нибудь идти, в сторону, не знаю, угла карты, и там сидеть такой, я теперь ничего не могу, но кастить-то он никогда не умел, в общем, такое себе, единственное, кстати, интересно будет на наш ход, потому что он подошел, у него на третий ход уже контаген достаточно далекий, и сейчас мы будем кидать кубики с марталками, но опять же, как бы, мы и так марталки закидываем сестерам, им насрать, ну и с нашими терминаторами, конечно, полная жесть, одни стоят в этой ринке, ничего не могут ей сделать, понятно, ну нужно было брать флейл, опять же, но я не стал брать, чтобы не снимать стрельбу из болтера, то есть флейл, болтер откидывает, а я хотел как раз, чтобы эти термоса были, ну, с лючами, а за хтх у нас должны были отвечать девшрауды, которых очень быстро разобрали, к сожалению, ну и потеря третьего терминатора слева не очень приятно, понятно, что они бы не пережили даже первой стрельбы, скорее всего, но тем не менее, они что-то бы на себя попытались бы перетянуть, а сейчас нашего Маликдан-плакастера, который звездочка, понятно, терминус эст, могут убить просто кто хочет. Четвертый ход сестер, в команд фазу, там опять раздали полный рерол туда, на мельты, получили 8 очков за 2 точки, плюс еще баннеры за 2 точек получили, и... и все, приходим к Шамбл-боту, я в шоке, что мы сейчас будем кидать вообще кубики, в принципе, за этого парня. На 4 плюс девчонкам, еще на шестерку, ну естественно, кол, так, большой бобенцы с... ну, короче, в любом случае нет, этой тоже на 5 плюс всего лишь, нет, дотягиваемся до этих, хоть кого-то будет интересно, о, смотри-ка, D3 махталок, ничего себе есть, а, 2, 2, пятых, ФНП, хоть кого-то убьет, одну девчонку каким-то образом, там, кстати, еще одна убежала в свое время, и вон тем еще, ретрибьюторшем на 4 плюс, о, еще D3 махталок, бум, 2, пятых, ФНП, еще две девчонок убили, смотрите, Тифус радует, впервые в жизни у него что-то получилось именно в Шамбл-роту, фаз движения, все решили нападать меня здесь, фалбэкнулись от моего Тифуса, подошли последние три девчонки, там эти как-то догматы, что-то вышло из леса, это входит все в лесу, вот так вот от точки ретрибьюторши сюда подошли мельтами, чтобы отключить руинку, вернулась командир Шерепентии, вот эта ринка там где-то ползает, а это стоит на месте. Фазу стрельбы, долго-долго мучились, там главная девчонка что-то пыталась убить огнеметчика, нет, фалбэкнувшиеся бабы разделились с льву, сюда воткнулись, сюда воткнулись, сюда тоже стреляли, просто охренеть сколько, там мельта оттуда рандомно и долетела, бам, одну ранку сняла, пришлось сюда докидывать, и то, пришел один сейф, я провалил, думаю, ну, при роли, за последний КП, выкнил говно, расстроюсь, решил не ролить. Сюда пришло нормально, хоть и пятый ИСы выкидали, сейчас получается, типа, мельта приходит с третьим, у него второй, из-за того, что он стоит к стеночке, и все равно пятый получается, ну, пятый, и эти мельты тут что-то как-то не смогли, убили одного из троих, плюс риночка дожала, бокс вольки. Ну что ж, Тифус, естественно, просто распилили пополам, он взорвался, Кананесси кол, Моргенвал тоже кол, но по одной девчонке убил здесь и здесь. Ринка просто разрывает терминаторов, они ей нанесли одну рану, она терминатора кокнула, все время две шестерки кидает, два дополнительных хита, как, короче, без вариантов. Этой семь третьих занесли, она такая, вообще по барабану, убила одного бокс волькера. В конце хода еще два очка за то, что в центре находится. Удивлен, что бокс кастер остался в живых, видимо, как бы, кидая пятый, продюсер считает, что это вообще не угроза для него, то ли дело огнеметчик. Вот огнеметчик, он прославленный негодяй, вот он, собственно, ретрибьютор что-то и убил, поэтому вот этого парня надо уничтожить. А так, как бы, все остальные напустятся, и марталки кидают, мы с вами пятый откидаем, а вот огнемет четырех девчонок в прошлый ход убил, это достаточно ощутимо. Ну, а у нас, конечно, эффективность уже упала ниже плинтуса, потому что кто у нас остался? Собственно, один малиган-плагкастер и все. Терминаторы все позастревали, либо мертвы, боксы на них уже, ну, что-то где-то пукнуть, они, конечно, могут попытаться, но как-то переломить ход партии уже нет. Четвертый ход девгарда, две точечки, восемь очей. Фаза движения, вперед идет на последний свой бой наш малиган-плагкастер, докинули еще зомби и туда, четырех, именно десять их стало теперь, и прям в упор встали к ретрибьюторшам. Терминатор прячется, типа, там, за стеночкой, здесь ходить никто не может. Сифаза, дисчардж сюда, минус девчонка, это откинул ФНП, естественно, осталось, здесь в трех девчонках осталось, это откинул свой четвертый, и ретрибьюторшу одну убили. Потом пытались дожать Accelerated Entropy ее, но, естественно, кинули три вместо семи. В ближнем бою пришли сюда, убили парочку девчонок, в ответ нам убили одного мальчугана. Там все-таки дожали одна, сейф один провалил, восстановили, но до этого она нам одного убила, успела. И здесь Ринку в пять ран уже понизили, ну, пять сверху, я не знаю, вот с ременой ненавижу, когда показывают, сколько набили. Сколько осталось? Неизвестно. В профиле упал и уже не наваливает так, не убивает телеметр. Я не очень понимаю, как это работает. У моего Маллигдан-плакастера шестая стойкость, у девчонок вторая стойкость под контагионом, и он ни разу, ни разу своей Accelerated Entropy не смог накинуть три плюс Д три Морталки. Каждый раз, типа, я кидаю, естественно, какое-нибудь два, то есть у меня, типа, восемь, а продюсер кидает просто три, у него пять, и все, это уже не в два раза больше, получается, этот бросок, и я не могу засунуть большое количество Морталок. Ну, как бы и три даже не просовывается. При этом я, типа, мог эту Кананесу по идее прибрать, но опять же, пятый ФНП, там, скорее всего, один бы из трех откинулся, а, скорее всего, два, а, может быть, все три, так что надежды у меня на это было мало. При этом, у нас там что-то по очкам периодически что-то скакало, мы там ошибались, вот каждый раз ты, когда потом смотришь репорт, ты такой, да что, нельзя что-ли нормально посчитать, а вот во время игры, когда ты и играешь, и снимаешь, вот что-то где-то пропускаешь, периодически потом добегаешь, поэтому вот эти цифры могут скакать, в принципе, не обращать внимания, но все равно понятно, что продюсер по миссии меня доминирует. Сестры получили 8 очков плюс 2 за баннеры, встали здесь с двумя моделями на точки, пытались бежать, кинули кол, не добежали до этой точки, решили остаться. Фаллбек и трибьютор сразу на себя могут стрелять после фаллбека, там вот подошла главная баба. Дагмата пришла к боксам. Шутинг-фазу, ну и мельты фаллбекнувшиеся, там две, бам, сюда, вопросов нет, не откидали один сейв, там с мельтранжом, понятно, убивают с одного. И только одна девчонка видела, этого тоже хватило, чтобы прибрать этого парня. Остался там один парень, но его, понятно, добьют, и здесь еще набили там порядка трех, Дагмата сейчас будет разбираться. Ну и в ближнем бою за две фазы, потому что мой ход состоялся только, по сути, из файт-фазы, добили боксов последних, они там что-то одну вунду с Дагмата, которая с той стороны стоит, сняли, а парни не смогли добить Рину, то есть она их четко зажала без флейла, видимо, бессмысленно выпускать, потому что Рина их блочит намертво на всю партию. Она так в двух и осталась, потому что с последней атаки мы принесли одну ранку, она ее откинула пятым, и даже вот третий как бы АП на наших ножах ничего толком не дает. Ну и там выигрыш особо считать не нужно посчитать, типа сейчас 57-40, но плюс набитое по ранам где-то будет еще очков 13, наверное, да, с моей стороны, с твоей стороны я тоже много набил, и у меня по основной 28 и продюсер 40-45 будет в капу прется, потому что там в центре он находится. Я поражен на самом деле. Ну, то есть, с теми исходными данными, с которых мы начинали, а я стоял на открытой местности, открытой всем мельтом, и сестры берут первый ход, я не думал, что я доживу до пятого хода. Тем не менее, дожил, и даже какая-то борьба была. Ростер, ростер странный, потому что, да, как бы 26 терминаторов, но это 26 терминаторов на 2000. У сестер за те же деньги гораздо больше моделей, при этом они еще и достаточно стойкие, ну, то есть, смотрите, мы всю партию душнили там эту двадцатку, в результате все равно одна из них осталась в конце. Да, она типа там откинула пятый ФНП, но она же откинула его, она могла его откинуть, поэтому, как бы, ты смотришь на это все, и я все еще играю в Kill Team, а вы играете в нормальную Ваху. Есть боксы, но, опять же, боксы, для боксов нужно куча КП, просто это самые пожирающие КПшки, мальчишки и девчонки, и ты не то, чтобы жалеешь о вложениях в КП до партии, то есть, все релики, все эти штуки нужны, но, даже если бы они у тебя были, как бы, минус 4 КП, это что? Это два раза побить с Морталками с полным реролом. Это не то, на что ты разменяешь какой-нибудь, я не знаю, плохой запах, там, да, или увеличение ренджа кастов для того, Маликдан Плаккастера, нет. При этом, даже не знаю, Тифус, он вроде прикольный, но он, к сожалению, забирает себе варлорд трейд, и ты не можешь даже бесплатный варлорд трейд кому-то дать, так что, парень как бы, короче, с ростером ничего не понятно, я так, типа, просто набрал, пользуясь тем, что дата слейд сказал, блин, твоя терминатор, а теперь Objective Secure, не знаю, насколько здесь это сыграло, да, мы периодически стояли на точках, но мы спорили с кем за эти точки, с Ринкой, мы бы и так ее перескорили, хотя, по-моему, да, где-то там, когда мы прибежали к девчонкам как раз с дедом, и девчонок я стал убивать, возможно, стоило убивать деда, возможно, потому что за сенейт мне все, за ассасинейт мне давали очки, но девчонки такие, мы будем скорить, я такой, не-не-не, мои терминаторы тоже умеют скорить, они такие, хорошо, хотя у меня было два или три, по-моему, три все-таки было, пацана, которые туда пришли, неважно, короче, за Objective Secured спасибо, за Armor of Contempt тоже, в принципе, спасибо, тут паксы, к сожалению, спасибо не говорят, они скорее такие, типа, ну, ладно, нам не то, чтобы это мешало, потому что там все-таки Марталочки, все-таки нулевой наш АП никак с этим не работает, но и ничего он им не дал, но в целом, вот интересно, а как люди вообще будут реагировать, ну, то есть, понятно, что сейчас УДГ из техники, только Кровлеры оставались, и все, их этот Data Slate новый убивает, дроны с молотилками, не смешите меня, они и раньше-то, второй АП у них был, да, и второй дамаг, то есть, против Мариночков, там, как-то их нарезать, они толком не нарезали, потому что нет Реролл Ту Хит, только Реролл Ту Вунд Копей и Чек, и, как бы, парни кидали против тебя пятый, ну, что-то, типа, ты вошел в пятерку Примрисов, ну, парочку их убил, охренеть, теперь ты будешь одного убивать, потому что АП у тебя будет первый, то есть, дроны тоже не играют, соответственно, никакая техника ДГ не играет, и терминус С, а что там, терминаторы Паксы, не плагмаринов же брать, опять же, если ты будешь брать плагмаринов, и пытаться их засовывать в телепорты, ну, потому что, опять же, это терминус С, там, как бы, можно любой резерв запихнуть в телепорты, а у тебя КП не будет, АКП нужны твоим Паксам, и, как бы, какие-то вот эти вот дипстрайки, типа там, огнеметчиков, огнеметчики со вторым АП, теперь против Марф, да, дамаг все еще второй, они будут кидать против тебя пятый, не шестой, это не так круто, при этом, теперь у нас подорожали же, то есть раньше ты мог взять, там, на девять пауэрпоинтов, и, по-моему, огнеметчика, да, и малиган плагкастера, и за два КП у тебя получался отряд, там, типа, из малигана плагкастера, из пары огнеметчиков, ты засылаешь это, кайф, даже из трех, по-моему, да, а сейчас, типа, у тебя 5,5 ПП, в девять они не влезают, то есть, какая-то хрень получается, и уже вот это тоже не работает, в общем, подкручивает баланс, и что-то, ДГ не очень понятно, поэтому, реально, невозможность реролить против сестер ту вунд, отключая те половины механики, и да, против нас, по сути, трансхьюман только на первый ход был, и он никак не особо не сралял, потому что мы, у нас стрелять нечем, но, тем не менее, как бы, с другими фракциями это будет работать, саламандры сейчас такие придут, у нас трансхьюман, у нас и нельзя против нас реролить, спасибо, вот интересно, будут они играть сейчас или нет. В общем, местами дата слейд реально просадил эффективность юнитов, и теперь нужно сидеть и серьезно размышлять, а что, в принципе, брать. Ну, вот такой был мой наскок первый на эту тему, попробовать опять вернуться к терминус эсту, и, возможно, это против сестер так работало, хотя, опять же, сестеры, они такие среднячок, не то чтобы сильные, не то чтобы слабые, а против топ-3 армии сейчас, я полагаю, что Девгард особо в таком виде работать не будет, он и раньше-то не особо работал в другом виде, например, да, в таком, карты вряд ли нам тоже чем-то помогут, потому что на спортивных турнирах не делает какие-то прям, все, у тебя там так, посередине лос-блок, здесь лос-блок, нигде ничего не прострелять, и можно как-то пройти, нет, там, типа, сбалансированные пытаются карты сделать относительно, естественно, но они в основном классные для тех, у кого есть мув, типа, если ты можешь на 12 прыгать каждый ход, то ты как бы по рынкам скачешь, там, да, доскакал, пнул кого-то, ну, или ты долбишь через весь стол, и вопросов нет, АДГ с М5-мувом, они там два хода просто куда-то идут, чтобы в огневой контакт войти с противником, медленная, дорогая армия, которая, ну, напишите в комментариях, если считаете по-другому, мне даже интересно, вот, я, опять же, я не уверен в своих словах, только вот попробовал этот ростерок, не смотрел, что сейчас делают другие игроки из АДГ, опять же, последнее, чем мы играли, это был ростер на Эпидемиусе и на машинках, и в целом, даже, знаете, мне хаулеры нравятся больше в этом формате, потому что мультимельтам, опять же, вот, просадка не грозит, да, плевки и ракеты превратились в тыкву, по сути, но у тебя на каждом твоем хаулере стоит мультимельта, при этом для них как раз Armor of Contempt заработал, они, типа, во втором арморчике ездят, так что можно вот с этим поиграться, возможно, то есть, чего-то подумать, например, от краулеров вообще отказаться, все забить хаулерами, у тебя нет никаких бомбард, но у тебя прям отряды по три хаулер катаются по столу, но их всего лишь три можно взять, все равно останутся деньги, надо думать, короче, интересно в целом, но прямых, прям таких простых ответов я что-то пока не нахожу, ну а на этом сегодня все, берегите себя и свои болезни. Субтитры сделал DimaTorzok и подпишите нас.